Всем привет! С вами команда Александр и вы находитесь на нашем новом канале Top Fitness Secrets. Сегодня мы поговорим с вами о такой важной теме, как жиросжигатели. Я постараюсь быть максимально краток, информативен и точен. А также я вам расскажу, как избежать возможных побочных эффектов того или иного продукта. Ну и был составлен рейтинг топовых жиросжигателей. От самого слабого до самого сильного. Хочу также отметить, что все данные отзывы взяты не с потолка, а это проверенная информация мною или же моей командой. Ну что, начнем? Первый жиросжигатель, который я хотел бы поставить на последнее место, шестое, это LiPo6X. Nutrix американская фирма, специализирующаяся в первую очередь на жиросжигателях-термогениках. Как и у каждой фирмы на рынке, в линейке есть слабые и сильные стороны. У данной фирмы, как вы уже догадались, это являются жиротопы. Сразу оговорюсь, я не считаю данный продукт пустым, просто по сравнению с остальными в рейтинге он слабее. Итак, LiPo6X это жиросжигатель-термогеник с двухфазной системой капсулирования. Жидкая часть капсулы всасывается практически мгновенно. Она отвечает в первую очередь за потерю аппетита, термогенный эффект и стимуляцию работы щитовидной железы. Вторая же часть продолжает действовать на протяжении какого-то времени. И как уверяет нас производитель, даже после отмены продукта вы не будете набирать лишка. Данный фактор можно списать практически на все что угодно. Поддержание режима, раскрученный метаболизм. Но точно не на этот бред. Состав у данного продукта довольно-таки неплохой, что собственно и дает какие-никакие плоды в процессе жиросжигания. Давайте рассмотрим основные компоненты. Первый это синефрин. Это вещество, получаемое лабораторным путем из экстракта незрелых плодов, апельсина или грейпфрута. Он пришел на смену всеми любимому эфедрину, как аналог его. Данный компонент раскручивает метаболизм, стимулирует центральную нервную систему, подавляет аппетит, повышает термогенез, за счет чего собственно и разрушает жиры. На мой взгляд компонент довольно-таки интересный, но не доказана его эффективность на все 100%. Юхимбин – это растительный алкалоид, получаемый из коры, дерева и химбы. Семейство Мореновое. Если не вдаваться сильно в историю, то изначально его применение обрело популярность у мужчин, страдающих ректильной дисфункцией. После же спортивной индустрии его стало активно добавлять в продукты, в частности жиросжигатели, из-за способности блокировать альфа-рецепторы, которые в свою очередь в возбужденном состоянии провоцируют накопление жиров. Из-за этого что можно подчеркнуть? Да то, что компонент действительно рабочий. Третий компонент – это акация ригидола, содержащая в себе до 95% алкалоидов, а именно фенилатиламин, катехин, гардинин, тирамин и прочие. Поясню, что же такое сами алкалоиды. Думаю, многим так и не ясно, что же это. Алкалоиды – это группа азатосодержащих органических растений природного происхождения, в нашем случае растительного, обладающие довольно сильным специфическим действием. Кстати, первый алкалоид был выделен в 1803 году, когда французский ученый Деронь выделил из опиума, высохшего на воздухе млечного сока опийного мака, смесь алкалоидов, которую он назвал наркотином. Затем в 1805 году Фридрих Вильгельм Адам Фердинер Сертюнер сообщил о выделении морфина из опиума. Он приготовил несколько солей морфина и показал, что именно морфином обуславливается физиологическое действие опиума. Кстати, он испытал препараты на себе. Будучи под впечатлением блаженного сонливого состояния, которое вызвал новый препарат, Сертюнер его назвал именем греческого бога – морфия. После Гей-Люсаком было предложено современное название – морфин. Итак вот, вернемся к нашим любимым алкалоидам. Больше всего из них меня заинтересовал фенилатиламин. Он может быть биологически синтезирован из аминокислоты фенилаланина, которая в свою очередь оказывается нередким гостем в таких продуктах, как мясо, молоко, рыба, орехи. Данное химическое соединение имеет стимулирующее и эйфорическое свойство. Фея очень схож по действию с амфетамином, но не имеет такого большого количества побочных эффектов, как последний. Однако тоже может вызывать привыкание, но только при введении спинномозговую жидкость, что, надеюсь вам, наши дорогие зрители, не грозит. Из положительных особенностей отмечу повышенное настроение, разгрузку ЦНС и ментальную концентрацию. Кстати, интересный факт. При употреблении алкоголя или курения легких наркотиков, типа марихуаны, уровень фенилатиламина в крови повышается в 4-5 раза. Замечу еще один интересный момент. Ученые уверяют, что применение феоорально практически бесполезно, так как он имеет очень короткий период полураспада и не попадает в кровь. Производители спортивного питания попытались справиться с этой проблемой, добавив в состав производные фенилатиламины, которые по действию схожи с ним. Мое личное мнение, что им это удалось, но не на примере или по 6. А кому именно, вы узнаете чуть позже. Из побочных эффектов в малой группе, но все-таки были отмечены такие симптомы, как головокружение и головные боли. А также я бы не рекомендовал использовать фенилатиламин и его производные людям, страдающих фенилкетонурией. Далее идут тирамин и градинин. Химически схожие вещества по своей структуре, которые также нередко используются как компоненты в жиросжигателях. Тирамин – это аминокислота, синтезируемая в человеческом организме из заменимой аминокислоты – тирозина. Используется как биорегулятор, в первую очередь, щитовидной железы. Его часто рекомендуют применять для ускорения и восстановления функций щитовидки при ее гиперфункции, аутоиммунной тиреудиете и пред- и послеоперационные периоды при операциях на щитовидку, а также лицам пожилого возраста для ее поддержания. Действие тирамина сводится к восстановлению функционально-органических свойств щитовидной железы, сосудосуживающим, высвобождению адреналина и повышению уровня дофамина. Тирамин сам по своей структуре довольно токсичен, его передозировка в нашем организме опасна, поэтому любые манипуляции с ним и с продуктами, содержащие его, необходимо применять строго по инструкции, иначе вы можете столкнуться с такими проблемами, как мигрени, головная боль и, конечно же, резкое повышение артериального давления. Особенно я бы отметил, что прием термогеников, содержащих тирамин, нельзя мешать с антидепрессантами. Забыв об этом, можно моментально получить скачок давления, который в свою очередь может привести тот самый злополучный гипертонический криз. Хотя его можно получить и без приема последних. Небольшая ремарка. Количество тирамина в продуктах увеличивается при их длительном хранении, в том числе при замораживании и употреблении в пищу несвежих продуктов. К чему я все это? Людям, испытывающим дискомфорт, например, те же самые приступы имгрени, необходимо учитывать данный факт. Тут, конечно, может быть много факторов. Те же самые пищевые добавки, включающие хлорид натрия, нитрит натрия, аспартам. Но тем не менее, друзья. Гарденин, собственно, это производная тирамина, которая синтезируется, как было сказано выше, из аминокислоты тирозина. Первоначально был выделен он из ячменного солода, и с тех пор выяснено, что гардинин является обычной составляющей семян и злаков, а также некоторых разновидностей кактуса. В первую очередь он позиционируется как стимулятор центральной нервной системы, раскручивающий метаболизм и помогающий избавиться от излишков жира. Некоторые ученые считают, что гардинин способен помочь людям похудеть непосредством в освобождении норадреналина. Хотя так и не было проведено никаких научных исследований, доказывающих это. Заявленные преимущества его заключаются в повышении уровня энергии, улучшении самочувствия и здоровья, а также замедлению переваривания пищи, что собственно и снижает ваш аппетит. Побочные эффекты все те же, как и у тирамины. Повышенное артериальное давление, атакрикардия, сердцебиение, тревожность, головная боль, мигрени. В целом, что можно сказать про тирамин и гардинин? Добавки малоизученные и с очень большим количеством побочных эффектов, поэтому делайте выводы. Далее у нас идет безводный кофеин. Это один из основных компонентов термогеников. Среди спортивных жиросжигателей я не поставил ни один продукт в топ без данного алкалоида. Он неплохо стимулирует центральную нервную систему, выводит лишнюю воду из организма, придает энергию и обладает слабым жиросжигающим свойством. При длительном применении по данному компоненту я бы хотел отметить постепенное уменьшение ответной реакции организма из образования новых аденозиновых рецепторов в клетках мозга, благодаря чему его действие собственно и снижается. У многих отмечается отрицательная динамика в связи с продолжительным приемом кофеина. К ним, как правило, относятся беспокойство, раздражительность, бессонница, головная боль, повышенное артериальное давление, депрессия и даже тошнота. Остерегаться особенно необходимо группе людей, страдающим давлением и проблемами сердечно-сосудистой и центральной нервной системы, глукомой, бессонницей, а также чем старше вознаростная группа, тем нежелательнее употреблять кофеиносодержащие добавки и кофеин в целом. Также довольно он неплох, но все должно быть в меру, поэтому я рекомендую полностью исключить кофе, когда вы употребляете жиросжигатели термогеники. Ну и на сладкое. Прием углеводного коктейля вместе с кофеином после тренировки способствует более скорейшему восстановлению запасов гликогена, нежели без него. По данным исследованиям, тестирующая группа показала результат на 66% выше, нежели чем контрольное. Делаем выводы, друзья. И последний компонент липа-6 – это синтетические гуглстероны. Они добываются методом выделения сока из растительного экстракта кустарника, комифора мукл, который в свою очередь традиционно использовался в древнеиндийской медицине. Сами по себе они обладают высокой биологической активностью, которая сравнима с лекарственными препаратами. Эффективность добавки была подтверждена исследованием, опубликованным в Current Therapy Research, где контрольная группа, не принимающая данный продукт, показала результаты гораздо ниже. Под влиянием гуглстеронов повышается образование и поступление в кровь тироидного гормона – триодитрина, Т3, ускоряющего обмен веществ и усиливающего термогенез следствия, а также замеченное снижение уровня плохого холестерина и триглицеридов. Побочные эффекты у гуглстеронов встречаются крайне редко. К ним можно отнести раздражение кожи, головную боль, тошноту, ну и также не рекомендуется употреблять беременным, кормящим и детям. Вот такой он, один из самых популярных жиросжигателей термогеников, продающихся в магазинах спортивного питания LiPo6X. Честно говоря, я бы рекомендовал обходить такие жиросжигатели стороной из-за их состава. Уж очень много побочных эффектов у данного продукта. Мы и так потребляем слишком много мусора, так зачем усугублять? Есть гораздо более сильные продукты с наименьшим количеством побочных эффектов. О них мы поговорим чуть выше. Давайте также пробежимся по остальной линейке LiPo6. Кратко. LiPo6. Это первый пилотный термогеник фирмы Nutrix, благодаря которому они, собственно, и стали известны. Помнится, первый компонент их не был. Это экстракт кактуса вместо их имбина. Позже они его заменили на последний, добавили туда синефрин, кофеин, экстракт черного перца, биопирин, гуглстероны и вуаля. LiPo6 готов. LiPo6 для нее. Это женская версия продукта, которую считаю самой слабой в линейке. Продукт облегчен на четверть порции кофеина, убранной из состава гуглстерона и по максимуму компоненты, влияющие на щитовидную железу. Но добавлены пару ништяков в виде биотина и фолиевой кислоты, которые положительно сказываются на самочувствии, кожи, волосах и ногтях. Что, собственно, и нужно девушкам. Продукт действительно очень легко переносится и не имеет такого большого количества возможных побочек. Поэтому я бы, наверное, единственный данный продукт из линейки рекомендовал бы. Почему бы и нет. Далее у нас идет LiPo6 Black, классический, и для нее. Считается самыми злобными в линейке. По праву, я скажу вам. Каких-то нереальных жиросжигающих способностей, в отличие от иксов, я не заметил. Но, так сказать, долбит по шарам он знатно. Вероятно, из-за большой концентрации кофеина. Наверняка нельзя сказать, потому что ихний состав, он скрыт. Право производителя. Основное отличие этих продуктов от остальных, это наличие в составе трех форм ехимбины, которые считаю больше рекламным ходом, нежели каким-то прорывом в жиросжигании. В первых версиях также использовалось масло и сама герань состава. Но после запрета в США ее быстренько исключили. LiPo6 Unlimited. Это первая порошковая версия жиросжигателей от фирмы Nutrix. Чего на деле нам только не пообещали производители на этот раз. И жиросжигание без тренировок, и диет. И отсутствие побочных эффектов. И употребление чуть ли не в любых дозировках. Кайф. Но на самом деле данный продукт не дотягивает даже до LiPo6X. Что-то среднее между шестеркой и иксами. Но переносится действительно легко. Да и состав-то рассчитан на это. Средненький. Немного расскажу о применении и методами борьбы с побочными эффектами LiPo. Практически все жиросжигатели термогеники необходимо употреблять двумя-тремя равными частями на голодный желудок. С утра и во второй половине дня, за 15-20 минут до тренировки или приема пищи. Последний прием должен быть выпит не позднее 3-4 часов дня, дабы избежать проблем со сном. У всех продуктов, кроме блэк и порошковых, максимальная дозировка 4 капсулы в день. В черных 6, а у порошковых 2 мерные ложки. Также рекомендую начинать с одной капсулы в день и постепенно увеличивая до рекомендуемой порции. Для того, чтобы организм не испытывал сильный стресс и хотя бы немного адаптировался к продукту. Очень частый побочный эффект у LiPo-6, особенно блэк я заметил, это изжога из-за жидкого составляющего капсул. Данный аспект можно обойти употреблением продукта после еды спустя час-полтора. А плохое самочувствие же уменьшением дозировки. Я лично знаю людей, которым хватало всего лишь одной капсулы в день для поддержания эффекта. Если же данный совет не помогает, стоит отказаться от продукта, как и при проявлении других побочек. Следующий продукт, который я хотел бы рассмотреть, это розодрен от Кломофарма. Кломофарма, так же как и фирма Nutrix, стала известной благодаря своей линейке жиротопов и по праву заслуживает одной из лидирующих мест на рынке. Розодрен – это продукт уникальный. В первую очередь тем, что он очень хорошо переносится организмом, даже людьми с заболеваниями, сердечно-сосудистой и центральной нервной систем. А весь его шик в том, что он реально работает. Основной компонент продукта, очень противоречивый и весьма загадочный до сих пор, это кетоны малины, которые являются натуральным ароматическим соединением, придающим ягодам тот самый незабываемый аромат. Исследователи пришли к выводу, что жиросжигающий эффект связан с активацией фермента липаза, который стимулирует высвобождение жирных кислот из адипоцитов, жировых хранилищ, в начальной фазе их утилизации. То есть присутствие в плазме крови кетонов способствует повышению активности этого фермента и таким образом увеличивает темп высвобождения в крови жирных кислот. Еще исследования, проведенные в Азии, показали, что кетоны действительно способны сжигать жир, особенно тот, который накапливается в печени. Причем, по мнению исследований, результаты просто впечатляют. Снижается уровень холестерина, увеличивается чувствительность к инсулину и уходит лишний вес. Также в результате исследований, проведенных в Китае в 2012 году, было подтверждено, что кетоны малины усиливают чувствительность к инсулину и снижение жира в печени. Единственное упущение во всех этих исследованиях, что они были проведены на крысах или отдельных клетках. Стоит отметить, что многие пищевые добавки для похудения, которые выглядели очень перспективными в лабораторных условиях, оказываются просто пустыми на людях. Для справки, замечу, что структура кетонового малина подобна капсоциину по химическому составу, который в свою очередь ускоряет обменные процессы. Сам он содержится в каенском перце и перце чили. Далее в составе у нас идет безводный кофеин, меньшей дозировки, чем у аналоговых жиротопов, и нам уже небезызвестная акация ригидула, содержащая в себе алкалоиды производных фенилотиламина. Макуна приверенс или макуна жгучая – это травянистое растение из семейства бобовых. Их также еще называют вельветовыми бобами. Само вещество содержит аминокислоту эльдофа, которая является предшественником дофамина, нейромедиатора головного мозга. Если в двух словах, отвечает за его правильное функционирование. Эльдофа – очень мощный нейротрансмиттер, который контролирует нервную систему и нейромышечную ткань. По данным исследованиям, проведенным в Индии, оказывает гипогликемическое и антиоксидантное действие на организм. Медицина используется в качестве лечения болезни Паркинсона, также в качестве афродизиака, лечения депрессий и нервных расстройств. В жиросжигателях использование данной добавки довольно-таки интересно. В первую очередь тем, что практически полностью отсутствуют побочные эффекты. Самодофа из макуны жгучей владает целым спектром положительных качеств, а то есть снижением веса и жировой прослойки. Повышением настроения и самочувствия, повышением либидо, уменьшением уровня холестерина, повышением иммунитета. После у нас идут цитрусовые вытяжки, корень имбиря, экстракт экзотического перца, шафран и куркума. Компоненты неплохие, я их отношу к легким БАДам, но в результате синергии дающие очень неплохой эффект. Повышают настроение, восстанавливают нарушения жирового и холестеринового обмена, нормализуют работу кровеносных сосудов, стимулируют центральную нервную систему. Далее у нас идет тирозин. Это условно незаменимая аминокислота, которая синтезируется из другой аминокислоты, фенилланина, о котором мы говорили выше. Тирозин участвует в производстве дофамина, нейромедиаторов и других гормонов. Из положительных свойств отмечу. Это улучшение ясности ума, даже проводились в 2014 году исследования на данную тему. Подавление аппетита, способствование выработке меланина, который в свою очередь отвечает за загар и поддержание обмена веществ на должном уровне. Интересная добавка. Очень часто врачи ее назначают в качестве борьмы с венилкинотенурией и расстройствами сна, но имеющие, на мой взгляд, ряд побочных эффектов. К ним относятся тошнота и головная боль. Также забыл отметить, он стимулирует работу тироидных гормонов, а если быть точнее, тироксина. Поэтому людям с болезнью Грейса и гипертириозом я бы посоветовал отказаться от данного продукта и его аналогов. В целом, я поставил продукт на предпоследнее место. Но учитывая, что мы разбираем топовые жиросжигатели, дела обстоят довольно-таки неплохо. Так сказать, здесь соблюден отличный баланс качества с его эффективностью. Поэтому пятое место. Рекомендации по применению, собственно, такие же. Два раза в день, с утра натощак, одна-две капсулы, и во второй половине дня, между приемами пищи или перед тренировкой, одну капсулу. Четвертое место я выбрал продукту, который похож по составу с разодреном. Это липодрен экстрим. Hightech Pharmaceutical, которая, собственно, и выпустила данный продукт, это огромная фармацентическая корпорация, которая располагает собственным производством. Бренд APC Nutrition является подразделением Hightech. А сама компания APC известная в первую очередь своим спортивным питанием с геранием. Экстрим, в первую очередь, отличается от продукта выше тем, что в составе имеет герание и химбин. С другими жиросжигателями данной фирмы я уже сталкивался ранее. Это был диподрен с геранием. Экстрим же мне попался в первую веку. Очень был интересен продукт, аналоговый, так сказать, предложенный производителем, с экстракта и федра. Если брать в целом переносимость продукта, то это высшая оценка. Как и разодрен, не чувствуется организмом практически. Чуть-чуть больше. Замечу, что более чувствительные оценят большой приток энергии от герания в стыке с зеленым чаем и кофеином. А четыре вида производных фенилотиламина сделают вашу жизнь чуточку проще и радостней. По составу кофеина добавлена даже на 25 мг меньше, чем в разодрен. Те же кетоны малины, экстракт зеленого чая для поддержания тонуса, акация ригидола с алкалоидами фея, цитрусовые вытяжки, экстракт кактуса и наш любимый химбин. Отдельно хотелось бы рассмотреть два компонента. Первый – это изопропил норсинефрин хлор. Для справки, в первой версии липодрен экстрим использовал синефрин. Все мы уже знаем, что это за компонент. Зачастую вместо него добавляют его аналог – норсинефрин, или как его еще называют – эктопамин. По действию практически не отличающийся от первого. Также воздействует на бета-3 адренорецепторы. Но его эффективность, как и синефрина, остается под вопросом из-за небольшого количества у человека, в отличие от животных. Производители хай-тэч пошли еще дальше и добавили изопропиловый радикал к норсинефрину. Скорее всего, мотивируя это тем, что данная производная будет воздействовать еще сильнее на рецепторы, возбуждая их все сильнее. На практике я же не заметил положительной динамики. Второй компонент, который мы рассмотрим, наверное, наделал шума не меньше в индустрии спортпита, чем вторая мировая – это герань. Ее еще называют диметиламин, герамин, метилгексономин или ДМА. Что же это? Герань – это стимулятор, который схож по действию с кофеином, но является чуть ли не в 10 раз сильнее его. ДМА отлично стимулирует центральную нервную систему. Наверное, это его главный плюс – повышает ментальную концентрацию, настроение, увеличивает работоспособность и усиливает липолиз. И именно поэтому так популярны жиросжигатели с экстрактом герани. Сейчас все больше и больше производителей отказываются от данной добавки по причине давления со стороны Управления по контролю качества США. Они направили предупредительные письма компаниям, которые выпускают добавки на их основе. И согласно их рекомендации, масло герани не может использоваться в пищевой добавке по причине того, что компании не предоставили данные, что добавка полностью безопасна для использования человеком. В этом списке оказались такие гиганты, как Nutrix, USP, MuscleTech, MuscleMets, еще около 5-6 менее крупных производителей. Поэтому некоторые производители стали работать в основном на экспорт. Но сертифицирование данные продукты, как правило, пройти не могут и у нас. Поэтому и не появляется в открытую на рынке. Справедливости ради замечу, что во многих европейских странах герань запрещена. И также, конечно, она занесена в список ВАДА, то есть приравнена к допингу. Такой же шум вокруг герани вызвал инцидент в декабре 2011 года. Из-за того, что двое военнослужащих скончались во время тренировки, использовавшие Jack3D и Oxi Elite Pro от фирмы USP. И как утверждают врачи, что именно экстракт герани повлек за собой летальный исход. В защиту ДМА хочу сказать, что это чуть ли не единственный случай смертельного исхода. А ведь данная добавка активно используется на рынке с 2006 года. И еще один интересный момент по поводу растительного происхождения герани. Все никак не умолкают споры. Было проведено массовое исследование и доказано, что не только в масле герани, но и в различных частях растения, того самого действующего вещества, диметиламина, не обнаружено. Итог, компонент создается синтетическим путем. Однако проводились исследования, где доказано было, что действующее вещество добывается именно из растения. Правда, работы финансировала сама фирма USP, что уже стоит под вопрос данное исследование. Вот такая вот герань. Мой итог – это заслуженное место в топе. Достойный продукт с минимумом побочных эффектов. Применение до трех таблеток в день между приемами пищи. От себя хочу добавить, что достаточная дозировка в две таблетки придется по душе даже самым прожженным любителям термогеников. Открывает финальную тройку Oxi Elite Pro с герани от уже нам чуть-чуть известной фирмы USP. Это американский производитель, который никогда в принципе не славился большим ассортиментом продукции. Они преследовали другую цель – качество. И хоть у них уже давно и не было новинок, многие продукты до сих пор остаются одними из лучших на рынке. К ним я отношу Oxi Elite, Jack3D, Modern BCA и AminoLift. Разберем же его. В нем, как обычно, присутствует небольшая дозировка в 100 мг кофеина, всеми любимая герань. Далее производитель решил добавить несколько компонентов, чтобы всерьез воздействовать щитовидную железу, а именно, баухинию пурпурную и бакопоманьири. Первое – увеличивает преобразование периферического тероксина, T4, в триидитрин, T3. Тем самым усиливая липолитический эффект адренергетической стимуляции жировых клеток. Были проведены исследования на животных, которые показали невероятные результаты увеличения уровня T3 и T4. Правда, вот на людях исследований не было. Вторая же, бакопоманьири, стимулирует выброс щитовидкой тероксина, T4, невоздействия на триидитрин. Также были проведены исследования на зверушках. Далее у нас идет цирсиум олигофилум. Это растительный экстракт, блокирующий бета-3 адренорецепторы, а также стимулирующий липолис в подкожных жировых клетках. Как уверяет производитель, данный компонент вкупе с кофеином дает синергетический эффект, увеличивая эффективность его аж 10 раз. И последний компонент, роу-альфин, или как его еще называют альфа-ехимбин, по мне очень сильно схож с обычным ехимбином. Производитель же нас уверяет, что он блокирует только два адренорецептора, не задевая альфа-1, в отличие от обычного ехимбина, который блокирует альфа-1 адренорецепторы в какой-то степени, что снижает процесс протекания липолиза. Но данный факт так и остается неподтвержденным. В целом продукт является очень сильным. Отличные термогенные свойства, минимум побочек. Из них, если и можно отметить, то это классические. Тошноту, давление, головную боль. Фирме USP вообще очень не везет. На них постоянно спускали собак. В итоге им приходилось просто переделывать продукты. А как зачастую показывает практика, вторая версия очень часто оказывается более слабой. Самый последний скандал, кстати, произошел совсем недавно. Точнее, 28 февраля 2015 года, когда Управление по санитарному надзору пищевых продуктов и медикаментов опубликовало на своем сайте в официальном объявлении, что в Оксиэлитпро лабораторный анализ выявил содержание флуоксетина в составе, и поэтому настоятельно рекомендовали отказаться от данного продукта. Ремарка. Флуоксетин – довольно раскрученный антидепрессант, под эгидой которого произошло большое количество суицидов и случаев агрессивного поведения. Идем далее. Второе почетное место я отдал одному и самому нашумевшему жаротопу в мире. В первую очередь он прославился своим нереальным выраженным термогенным эффектом, огромным приливом энергии и самым большим количеством эфедры на порцию. Думаю, уже многие догадались, что речь сейчас пойдет о Hellfire от фирмы Innovate Diet Labs. Продукт реально рабочий, прущий. По новичкам я не рекомендую с него начинать. Переносится он довольно-таки тяжело с непривычки. Давайте посмотрим состав. Кофеина здесь на порцию 150 мг. Это одна из самых больших дозировок. Экстракт зеленого чая, помимо тонизирующих и антиоксидантных свойств, обладает липолитическим действием. Также это и природный источник катехинов – химических соединений, активирующих термогенез. И, кстати, помимо всего, зеленый чай является натуральным ингибитором ароматаза. А содержание витамина С – больше, чем даже в соке лимона. Особенно продукт не отличился в составе присутствием гераний и производными фенилотиламина. Но, как я говорил выше, имеет запатентованную свесь эфедран. В целых 150 мг на порцию. Тут я сразу оговорюсь, эфедран – это не совсем экстракт эфедры. Это его схожий аналог, а точнее комплекс нейростимулирующих агентов. Он повышает производительность тренировок, раскручивает обмен веществ и форсирует работу симпатической нервной системы и всего организма в целом. Еще один интересный момент – это колеус фороскал, или, как нам более известный, форскалин. Компонент вызывает повышение уровня сигналов транспортной системы гипофиз гипоталамус, что существенно повышает уровень собственного тестостерона. Это доказано независимыми экспертизами. Также он способствует уменьшению жировой прослойки. Помимо всего того, он является неплохим донатором азота, что неплохо сказывается во время тренировки, особенно в плане мышечной накачки. И именно поэтому люди очень часто используют Hellfire не как жиросжигатель, как предтренировочный комплекс. Применение данного термогеника для меня остается весьма скептическим. Более двух капсул в день я настоятельно не рекомендую употреблять людям. Но тут, я думаю, найдутся люди, которые ослушаются данного совета. И, наконец, пришло время узнать название лучшего продукта среди жиросжигателей. Перепробовав огромное количество жиротопов, Я не одним не был настолько доволен, как этим. Супер жиросжигающий эффект, Лучшее настроение, Море энергии и минимум побочных эффектов. Первое место уходит липадрен от фирмы Hightech. Экстракты федры, Дыма, Юхимбин, Синефрин, Экстракт кактуса, Кофеин, Акация регидола, Фруктовые вытяжки, Экстракт зеленого чая, Шесть видов фенилотиламина. Только вдумайтесь. Кстати, разбирая липо 6Х, Я вам говорил о производных Фея, Что у них короткий период полураспада, И применение оральных практически бесполезно. Так вот, фирма Hightech решила эту проблему. Они добавили метильную группу, Которая предотвращает бензольное кольцо молекул от разрушения. Итог вы знаете сами. Также был добавлен жиротоп, Гидрокситриптофан. Его также очень часто называют 5HTP. Это аминокислота, Являющая прекурсором нейротрансмиттера, Серотонина и мелатонина. Сам мелатонин – это гормон эпифиза, Шишковидной железы, Отвещающий за сон, Его качество и глубину. Если рассматривать добавку в общем, То она обеспечивает подъем настроения, Меньшает головные боли, Нормализует сон, Помогает бороться с депрессией. Вот такой, собственно, на мой взгляд, Лучший термогеник на данный момент. Применение его идет до 3 таблеток в день. Я же крайне редко увеличивал до данной дозировки. И обходился двумя. Не потому, что появляются побочные эффекты, Потому что смысла нет. На этом первая часть о жиросжигателях подходит к концу. Подписывайтесь на канал, Ставьте лайки, Оставляйте комментарии. Нам очень важно ваше мнение. В ближайшие недели Мы выпустим новые видео. Это вторая часть о жиросжигателях. И о молочке. Все, что вы должны и не должны знать. До новых встреч. Берегите себя. И не превышайте дозировки жиросжигателей.